Итак, это и есть слияние. Прототип шардинга раскроет большую информационную вместимость эфириума, транзакции станут дешевле, а компрессия означает, что они станут даже еще дешевле. Да, дешевле, дешевле, дешевле. Я знаю, у них там инфляция 8,5%, цены на газ растут, но у нас цены на газ падают. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейши Ди и добро пожаловать в новое ежедневное видео. Это был один из основателей эфириума Виталик Бутерин, который объяснял самое масштабное обновление в истории криптовалюты – слияние эфириума в сентябре этого года. Выступал он на блокчейн-конференции в Канаде совсем недавно, 10 августа этого года. Виталик на протяжении целых 5 часов объяснял, чего ожидать холдерам эфириума от слияния и что будет после него. И сегодня для всех холдеров эфириума я объясню все то же самое. Мы поговорим о том, что нужно сделать холдерам эфириума в преддверии слияния, что будет с монетами эфира, которые сейчас залочены в стейкинге, и о неизбежности развала эфириума на две части. А закончу я несколькими моментами из конференции, в которых Виталик Бутерин лично расскажет, чего он ожидает от эфириума в ближайшие годы. Если это все звучит для тебя интересно, не забудь поддержать видео лайком и подписаться на канал, если ты тут впервые. Именно благодаря твоей поддержке я работаю ежедневно и практически без выходных. Большое спасибо. Итак, начнем с вопроса, что нужно делать холдерам эфириума с эфиром, чтобы подготовиться к слиянию в сентябре. Инвесторам в эфириум ничего делать не нужно. Они могут быть уверены, что их монеты, которые они либо хранят на кошельках, либо стейкают, будут конвертированы с эфириума 1.0 в эфириум 2.0 после слияния. Эфир даже сохранит все тот же логотип. Так что, если у тебя есть эфириум на холодных кошельках типа Trezor или Ledger, а также горячих кошельках MyEtherWallet, MetaMask и других, а также на большинстве централизованных бирж типа Binance и даже на DEX, не волнуйся, тебе ничего делать не нужно. Ты знаешь, что если ты стейкаешь эфириум на депозитном адресе эфир 2.0, ты не можешь вывести свои монеты до тех пор, пока эфир не перейдет полностью на эфир 2.0. После слияния это случится, поэтому закономерный вопрос, когда ты сможешь вывести монеты с депозитного адреса. Стейкеры смогут вывести свои эфиры, которые участвуют в стейкинге эфир 2.0, только спустя 6 или 12 месяцев после слияния. Почему такой разброс от 6 до 12 месяцев? Все зависит от того, когда будет запущено обновление Шанхай в сети эфириума. Только после этого обновления можно будет выводить эфиры с депозитного адреса в размере до 40 тысяч эфиров в сутки. То есть, если за сутки с депозитного адреса уже вывели 40 тысяч эфиров, тебе придется подождать новые сутки. Если у тебя еще остались вопросы, которые я не озвучил, напиши их в комментариях и либо я, либо другие зрители тебе на них обязательно ответят. Следующая тема тоже очень важная для всего сообщества эфириума. Переход эфириума на Proof of Stake после слияния в сентябре означает, что теперь не майнеры, а стейкеры будут поддерживать работу блокчейна эфириума. Довольны ли майнеры таким положением вещей? Ну конечно же нет. Будут ли проблемы с этим? Появилась некая команда, которая называет себя ETH Proof of Work. Это группа майнеров, которая заявила, что хардфорк эфириума в сентябре неизбежен. Они не собираются переключаться на Proof of Stake эфириума и сделают хардфорк Proof of Work эфириум. Они уже даже подготовили тестовую сеть для этого и завершили ее подготовку. Кроме этого, они написали, что из их хардфорка эфириума они уберут так называемую бомбу сложности. Фактически после слияния в сентябре эфириум может развалиться на две части. Об этом и сказано в письме команды ETH Proof, которое они опубликовали несколько дней назад. Так что это большая проблема для сообщества эфириума, которая может быть расколота надвое в скором времени. Хочешь еще несколько деталей? ETH Proof это запланированный хардфорк эфириума, возглавляемый майнером по имени Чендлер Гуо. Он стремится делиться от основной сети эфириума после слияния. Это приведет к тому, что эфириум развалится на два блокчейна и у каждой версии будут свои собственные протоколы и собственные монеты. Вообще эфир уже проходил через нечто похожее раньше, когда на свет появился эфириум классик. А эфир в том виде, в котором сейчас он всем нравится, на самом деле лишь хардфорк. Вот чем-то похожим команда ETH Proof и угрожает всему сообществу эфириума в сентябре этого года. Ты спросишь, почему эти майнеры, которых не устраивает переход эфира на Proof of Stake, просто не перейдут в сеть эфириум классик? Зачем разбивать сообщество надвое, создавая еще один форк эфира? В заявлении команды ETH Proof утверждается, что эфириум классик не вмещает всех существующих майнеров эфириума. Следовательно, по их мнению, существует потребность не в одном, а в нескольких форках Proof of Work. Пул эфириума классика слишком маленький, поэтому хардфорк эфириума в сентябре, по их мнению, неизбежен. Конкретно форк произойдет приблизительно тогда же, когда и обновление мерч в главной сети эфириума. На самом деле, я не верю, что эфириум классик не может приютить всех майнеров эфириума. Если все майнеры эфира после слияния перейдут на эфириум классик, последний станет суперсильным в плане защищенности сети, в плане веса на рынке и так далее. Поэтому я думаю, что команда ETHPOU просто-напросто хочет играть по своим правилам в своем собственном блокчейне, в своем собственном хардфорке. Что ты думаешь об этом, напиши в комментариях. А теперь я хочу покормить тебя порцией видеоотрывков из презентации самого Виталика Бутерина. Что он видит для эфириума? Что, по его мнению, случится с эфиром после слияния? Нужно подчеркнуть, что дешевые и быстрые транзакции эфириума будут обеспечены не совсем слиянием, а двумя другими обновлениями после слияния. Это шардинки и ролапы. Эти два обновления будут еще не так скоро. Слияние же будет в сентябре и только подведет эфир к этим двум обновлениям. Это означает, что слияние будет в сентябре, но полная масштабируемость эфириума заработает совсем не скоро. А то многие люди почему-то думают, что слияние приведет к тому, что эфир будет обрабатывать по 100 тысяч транзакций в секунду. Нет, эфиру предстоит еще много работы для этого и после слияния. Мы еще только начинаем работу над этим. Несколько месяцев назад мы только встроили оптимизм ролапы в эфириум. Обновление ERC 4337 для эфира только начинает набирать обороты в последние пару месяцев. Огромное количество усилий мы вкладываем для того, чтобы эфир мог хранить больше информации. И для того, чтобы помочь каждой индивидуальной транзакции быть быстрее и дешевле. Поэтому в следующие пару лет эфириум сможет справляться с гораздо большим количеством транзакций в секунду, чем было раньше. Далее Виталик рассказывает о том, как эфириум после всех этих обновлений, масштабируемости и так далее, станет просто монстром способов использования. Например, в плане цифровой идентификации личности с помощью сервиса ENS. Эфириум нейм сервис. О нефинансовых приложениях. Эфириум – это не просто платежная система. Это многофункциональная машина для решения множества задач. ENS – это одно из самых популярных нефинансовых приложений на блокчейне эфириума. Это очень ценный и полезный инструмент. Я думаю, есть кое-что интересное в ENS. Он как пазл, который может соединяться с другими подходящими пазлами. Это может помочь нам создать что-то типа децентрализованной экосистемы идентификации на эфириуме. Вот так вот готовят нас к цифровому миру будущего, к метавселенным. Но это еще не конец. ENS – это только первый пазл. Есть еще и второй. Итак, я несколько месяцев назад зашел в свой аккаунт Амазона и увидел там вместо своего личного кабинета кучу предупреждений о подозрительной активности. Потому что я такой плохой и смею путешествовать по разным странам. И там есть форма, которую нужно заполнить, а потом ждать, потому что у них недостаточной информации о том, кто я такой. Я это или кто-то другой. Короче, я не вернул свой аккаунт Амазона. Они говорят о том, что централизация – это хорошо, потому что ты можешь восстановить все, к чему потерял доступ. Но каким-то образом они облажались даже с этим. Что же делать? За последние несколько лет я говорил о концепции социального восстановления, где ты можешь выбрать, чьи контакты использовать для восстановления. Ты можешь выбрать все, что угодно. Например, у меня будет пять контактов для восстановления. Два из них – это мой институт, один из них – мой наемный работник, еще один – мой отец и последний – мой друг. Все три из пяти этих контактов вместе могли бы позволить мне восстановить доступ к любому личному кабинету. Это то, что можно было бы построить на блокчейне. Я думаю, что это была бы очень хорошая децентрализованная система безопасности. Ты бы не отдавал контроль ни одному человеку на земле. Собственно, этим мы тоже занимаемся в Эфириуме. И следующий отрывок очень интересен. Виталик объясняет, как Эфириум решит одну глобальную задачу будущего. Будущего, в котором мы будем жить в цифровом мире, в метавселенной. И вопрос – как определить в таком мире, общаешься ли ты с ботом или с настоящим человеком? Даже Илон Маск говорит, что 50% комментариев в Твиттере – это просто боты. Так как же решить эту проблему? Давай послушаем. Это было два пазла. А третий пазл я называю подтверждением. То есть подтверждением того, что твой аккаунт – это настоящий человек, а не бот. Это то, о чем многие люди беспокоятся в социальных медиа. Если ты хочешь улучшить качество социальных медиа, уменьшить уровень всяких ужасных вещей там, таких как разжигающие политическую рознь роботов и так далее, есть одна простая вещь, которую ты можешь сделать. Это убедиться, что люди, которые постят что-либо, на самом деле являются людьми, а не частью бота-фермы, где один человек контролирует 5000 аккаунтов ботов. К счастью, ончейн-подтверждение может в этом помочь. Например, если ты используешь эфириум аккаунт, чтобы зайти в сервис, этот сервис может проверить твой аккаунт на предмет транзакций. Были ли они вообще? Транзакция требует комиссионные, поэтому создать 10 тысяч аккаунтов ботов и замаскировать их под человека будет очень дорогим занятием на самом деле. И второе, ты можешь посмотреть на то, что этот аккаунт делал. Мы работаем над тем, что называется доказательством человека. Proof of Humanity. Это то, что мы хотим сделать со временем соблюдением приватности. Доказательство, что ты человек, без раскрытия какой именно человек. Очень интересно, не так ли, ребята? Эфириум настолько перспективный, что мало кто это понимает. А кто понимает, у того взрываются мозги от безграничных возможностей. Меня зовут Богатейший Ди, увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok